Мне не хотелось бы, чтобы в России происходило то же, что было в Украине. Очень не хочется. И очень страшно, потому что все последние события двух дней, когда я приехал на программу, время покажет. Прямую эфирную, без вырезов. И увидел, что чиновники не говорят уже положительных доводов никаких. Год назад во время споров они говорили, что это не кризис. Посмотрите, вот у нас динамика хорошая, это же не кризис. А в этот раз приехал, никто не говорит уже этого. Меня это очень сильно расстроило, я сказал об этом прямо в студии. Я говорю, посмотрите, мы же только сейчас говорим о том, что плохо, а кто-то говорит, что нет, нет, еще хуже. Они говорят, вы не знаете, все на самом деле безработица, нет, она еще хуже, чем вы сейчас говорите. Прожиточный минимум, нет, он еще хуже. Корзина, нет, вы не правы, это прилизано, все еще. И ты сидишь и думаешь, а как же тогда мы еще живем, и что дальше? И где точка терпения народа, когда уже больше 22 миллионов живет ниже черты бедности? Но самое страшное, что уже средний класс начал вянуть так, что уже доходить до состояния нетерпения социального. И мне хочется сказать, надо как-то остановить этот процесс. Ведь мы до 2010 года, он был обратный, мы же как-то, то есть развивались и благополучно становилась ситуация. А сейчас мы вот смотрим уже не первый год, как хуже и хуже. И неужели никто не знает, как это остановить? Потому что может прийти точка невозврата, и сорвется терпение. И что дубинами потом всех строить, стрелять в людей? Это же, ну, нельзя допустить. Людям все хуже и хуже. И при этом цены все выше и выше. Как это может быть? Я в начале кризиса проплатил за квартиру 5 тысяч рублей. А сейчас людям стало все хуже и хуже. Я 8 плачу. Это же кто-то решил, и кто-то знает, что этого нельзя сделать. Когда людям все хуже и хуже, нужно наоборот дать, чуть-чуть ослабить. Даже стоянки подорожали. Валидол в два раза. А валидол принимают старики. И что будет с Россией, если мы не остановим этот процесс? Страшно говорить? И не хочется даже говорить. Но мне верится, что пусть ребята договорятся там. Те, кто нефть опускает, или те, кто доллар поднимает. И почему мы до сих пор зависим от доллара, если уже санкции, и мы не пускаем товары иностранные сюда. Столько таких вопросов, которые, наверное, я не должен задавать. Ну, я пытаюсь сам уже понять, что остановит этот процесс. Не хочется, чтобы Россия развалилась из-за этого. Потому что, если начнется, страшно подумать, что мы развалимся просто, как великая держава, как нация. И терпение нам всем. А самое главное, проворности ребятам там, в коридорах власти, чтобы, скорее всего, восстановить. Иначе мы просто не вернем людей. Патриотичных людей, которые все эти годы ради победы над всемирным злом, как мы себе это говорили, нам говорили, подтянули ремни. Они терпели ради того, чтобы мы победили. И, может, что мы сейчас, победили или нет, вопрос. Что происходит сейчас? Или мы проиграли? А если мы проиграли, тогда, может, попробовать победить все-таки? Как-то реванш брать или что? Почему это все так вот висит, никто не понимает сейчас ничего.